Приветствую вас! Любая зависимость есть следствием путевной пустоты, удовлетворённых потребностей, либо следствием бега от самого себя. И для того, чтобы справиться с вашей зависимостью от игр, нужны два момента. Первый момент. Это важное личное желание бросить. То есть, по сути, понимание того, что игры ничего, кроме, ну, по сути, сиюминутного удовольствия вам не дают. То есть, что игры, это по сути, замена виртуальной, замена реальности, виртуальной реальности. И ничего материального, ничего хорошего из этого в долгосрочной перспективе вы не получите. Тут нужно понимать, что игры вообще изначально нацелены на развлечения. То есть, игры, это средства расслабления, игры, это средства проведения досуга. Но, если вы зависимы от них, то получается, что вы, не реализуясь в жизни, не реализуясь в каких-то ролях социальных, в принципе, переносите свою нереализованную энергию в игры. И там, поскольку там проще, там легче, там более безопаснее с технической точки зрения реализовать свои какие-то желания, вы переноситесь туда. И нужно понять, в какой именно области у вас отсутствует реализация, чего вы боитесь, почему вы предпочли виртуальный мир реально. То есть, для борьбы за силы и высказания ваше желание, без вашего желания, без понимания того, что нужно менять сюда в своей жизни, ничего не получится, потому что любая работа будет восприниматься с вами как вынужденная, как необходимость и как принуждение после того, как она будет заканчиваться, вы все равно будете возвращаться к игре. То есть, нужно понимать, вам надо самостоятельно осознавать, куда вы идете, хотите ли вы бороться с этой реализацией. Дальше. Необходимо проработать момент, с которого вы начали играть. То есть, когда вы начали играть много, в ущерб, так сказать, всем остальным делам, и вот, что вы при этом чувствовали, что вы при этом ощущали, о чем думали, какая была ситуация в вашей жизни на тот момент. И вот, именно эта ситуация подтолкнула вас к тому, чтобы, значит, вы распали за весом. Произошло так, что было что-то в вашей жизни негативное. Вы забыли за этого негативного в игре, и вам это ощущение понравилось. И, возможно, вы почувствовали свою значимость, возможно, вы почувствовали свою негативную востребованность в игре. В результате этого, собственно говоря, там и остались. И если это так, то нужно понять, почему той же самой значимости у вас нет в реальном мире. Что мешает вам быть. Как правило, зависим мы от игр людей, достаточно неуверенные в себе, тревожные, мнительные. И вот с этим нужно вам бороться, с этим нужно вам работать. Чтобы преодолеть, избавиться от зависимости. То есть, игра удовлетворяет какую-то очень нереализованную потребность. Выявить ее и правильно удовлетворить является борьбой с ней, с зависимостью. Но, для этого необходимо комплексное действие. То есть, игра, это не только удовлетворение потребностей. То есть, не нужно думать, что, когда вы, допустим, свою потребность начнете научиться удовлетворять правильно, желание играть у вас пропадет. Ведь игра, это еще и привычка. Вы привыкли играть, вы привыкли так проводить время, и вам это нравится. Соответственно, вы чувствуете себя защищенным в этой ситуации. И, если вы играть перестанете, то у вас возникнет неопределенная ситуация. Вам некогда будет реализовывать, прикладывать привычную энергию. Так как ситуации будут другие. И с этой привычкой необходимо также бороться путем научения. То есть, замещение игры чем-то другим, чем-то более полезным. И с помощью своих близких, с помощью своих друзей, любимых, постепенно вы сможете перенастроить свое поведение, перенабрать его в более правильную руку. То есть, условно, можно разделить деятельность по борьбе зависимости на две части. Первая часть – это внутренняя поиск потребностей, выявление и удовлетворение правильного удовлетворения. И вторая – это борьба с привычкой путем научения. Это все процесс достаточно длительный. И вам необходимо настраиваться на работу с специалистами, которые вы могли бы выбрать на нашем ресурсе и приватно с ним проконсультироваться. Потому что именно в формате вопрос-ответ вам от зависимости именно освободиться, помочь естественно нельзя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.